Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с новостями Армении и Азербайджана. Сейчас все эти разборки вокруг Забуха. Вот я вам покажу на карте это село. Забух по-армянски а говно. Потом я вам тут расскажу историю дальше. В общем, Григориан заявил о лачине Забухе. Для поиска решения у нас есть около полутора лет. Сейчас армяне тянут время, хотят еще полутора лет, чтобы этот Забух оставался под их контролем. И вот, вопросы, связанные с лачином и Забухом Армении, начиная с 9 ноября, обсуждалось с коллегами из Карабаха. Об этом заявил секретарь Совбезобезопасности Армении Армен Григориан. Он заверил, что у армян есть еще время для обсуждений и по части новой дороги, связывающей Карабах с Арменией и судьбы жителей Лачина. Для поиска решений у нас есть около полутора лет. Мы будем работать с правительством Карабаха, найдем решение, заверил Армен Григориан. В общем, Армен Григориан говорит, что Забух это армянский, и что мы пока будем хозяевами там где-то минимум полтора года. Но вот Азербайджан решил сам решить судьбу жителей сел Забух и Сус. Сейчас я покажу на карте. Вот Забух, а вот Сус есть еще тут тоже, оказывается, армяне проживают. И Азербайджан решил сам решить этот вопрос этих сел. Армянская сторона заявила, что не допустит прихода азербайджанских сил на эти земли. Армяне хотят, чтобы Баку реализовал свое право по проведению спецоперации на этих территориях. В общем, если армяне не допускают азербайджанцев, то Азербайджан будет проводить так называемую спецоперацию. Ну правильно, Путин проводит спецоперацию так называемую в Украине. Азербайджан будет проводить спецоперацию в селах Забух и Сус. Так, и вот, армяне незаконно заселившиеся в селах Забух на границе с Арменией в Лачинском районе не собираются подчиняться премьер-министру Николу Пашиняну и покидать село. Говорят, что они даже собираются оказывать вооруженное сопротивление. Вот так вот. И такая информация. Сейчас идет там строительство дороги. Согласно трехстороннему заявлению 10 ноября 2020 года, в течение трех лет должна была, ну будет построена новая дорога, соединяющая территорию Азербайджана. И вот теперь. Однако армяне, законно поселившиеся в Забухе, выступили против заявления Пашиняна, сказав, что не покинут село. Следует отметить, что после оккупации Лачинского района в 1992 году, село Забух, как и другие населенные пункты, были сожжены, сожгли его армяне, тут пишут, да, и разрушены. После этого, за счет пожертвования армянской диаспоры, на административной территории села были построены новые дома, и туда незаконно поселили армянские семьи, прибывшие в основном из Сирии и Ливана. Многие из этих армян бежали после 44-дневной войны, но известно, что в Забухе до сих пор живут десятки семей. В общем, Забух сейчас станет, как сказать, важным местом, где будет решаться судьба. Ну и вот еще комментарий, мне вчера понравился, Натаван Алиева написала, ну по-армянски он называется, а говно почему-то. Ну да, так и называется, говно. Я сейчас умру с... я сейчас умру с осмехом. Буква случайно присоединилась к слову говно. Не, ну вы не смейтесь, вот Забух, я сейчас поближе... вот, а по-армянски так и пишется, а говно, вот здесь по-армянски, говно, видите? Представляете, приезжает какой-нибудь российский турист туда, путешественник, и говорит, а как ваш город называется? Спрашивает у карабахских армян. Они говорят, а говно. А он говорит, как так? Почему говно? А где вы живете? А мы в говне живем. А так и получается, что в говне? Понимаете, слово-то говно. Ну, это скоро будет, поменяется слово говно на Забух. Это теперь через пару месяцев оно будет азербайджанцы. Если там сейчас будут азербайджанцы проживать, приедет российский турист, путешественник, и скажет, а как называется это село? Забух. А почему Забух? Забухаем, потому что будем бухать. О, говорит, это все правильно. Отметим, значит, поселение азербайджанцев, будем бухать здесь. Это по-русски перевод. Так, ну вот, поехали дальше. Сейчас армяне тянут время по Зангизурскому коридору, и осталось согласовать небольшой участок, 6 километров. Все никак, они практически там что-то все уже строили, строили, и вдруг им 6 километров какой-то участок, я не понимаю, с этой стороны, я думаю, он все, никак не построится. Вот, Россия помогла Армении и Азербайджану договориться по поводу автомобильной трассы в Зангизурском коридоре. Согласовать остается лишь небольшой участок, 6 километров. Все никак армяне не хотят эти 6 километров построить. И теперь вот, тут пишут, что Ильхам Алиев, да, сделал заявление по Зангизурскому коридору, что коридор становится реальностью с учетом широкомасштабных работ. Да, работа масштабная, но 6 километров никак не получается их докончить. Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции восстановления Карабаха-Восточного Зангизура, в том числе развитие международных транспортных связей. Зангизурский коридор становится реальностью, сказал Алиев, выступая на 6-м Каспийском самоте в Ашхабаде. Ну, понимаете, реальность на реальность, а армяне никак не хотят закончить вот эту самую, эту трассу. Получается, вот, последняя информация сейчас загрузится, вот, как раз в азербайджанском издании, это дорога, а куда дорога, понимаете? И вот теперь пишут, что, типа, да, что уже обсуждает Зангизурский коридор, Россия посодействовала договору между Азербайджаном и Арменией по поводу автотрассы в Зангизурском коридоре, и несогласованно остается участок 6 километров. Так, и вот теперь этот источник говорит, что почему, почему мы, это кажется очень простое инженерное решение 6 километров достроить, а не все так просто, огромная статья, тут долго читать. В общем, смысл такой, что сейчас армяне боятся в случае разблокировки коммуникации, как показывает даже самый беглый анализ официальной риторики Еревана, главные противоречия лежат вовсе не в технической области этой дороги, чтобы ее построить. Они касаются именно статуса будущего коридора, где Армения упирается и отвергает с порога любые варианты, не говоря о том, что есть вопрос демилитации, демаркации границ, где у Еревана тоже практически любая работающая инициатива вызывает истерику. Да, там нереально будет по поводу демилитации, демаркации с Арменией договориться. И вот тут же получается, что не озвучить неприятный вопрос, не является ли не согласованные 6 километров, тем самым чуть-чуть, из интересов сопредседателя Минской группы. А самое главное, помните ли в Ереване, как они растянули это чуть-чуть более на четверть века, спровоцировали войну и проиграли ее. Ну получается, что да, Ереван как бы очень неохотно открывает, вернее он не хочет открывать, он еще тянет время, эти 6 километров не ясно, когда еще там закончится, и дорога эта когда будет построена, и кто там будет хозяин, и кто-то будет охранять, или российские миротворцы, или азербайджанский спецназ, или армяне, там в общем это вопросов море, море, море еще. Ну вот такие проблемы, видите, возникают. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.